МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. На совместном заседании комитетов глава города Алексей Сафонов выступил с докладом о работе администрации в 2020 году. В Сарове подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший предприниматель». Для выпускников Сарова прозвенел последний звонок. Далее расскажем обо всем подробно. Более чем в три раза зарплаты сотрудников ядерного центра превышают зарплату работников муниципальных предприятий. Алексей Сафонов, выступая с докладом о работе администрации в 2020 году, озвучил цифры. В среднем сотрудники градообразующего предприятия получают 92 тысячи рублей в месяц. В муниципалитете и на малых предприятиях средняя зарплата около 27 тысяч. Те, кто работает у ИП, получают у того меньше 12 тысяч, а средний уровень по полному кругу предприятий – 62 тысячи. Средний уровень достигнут исключительно силами федерального ядерного центра. Поэтому, если цифры очистить от доли структур Росатома, то мы получаем, что наш средний уровень весьма, скажем так, плачевен, да, наверное, это правильное слово. И очень много работы предстоит для того, чтобы он поднялся до хотя бы разумно приемлемого. Остановился глава города на финансовых показателях. Ключевой – профицит бюджета. Муниципальный долг был сведен к нулю. Львиная доля бюджета, как и всегда, была направлена на образование. В прошлом году в городе в 22 образовательных организациях сделали текущий ремонт. 30 школ и детских садов оснастили новым оборудованием и мебелью. Завершился затянувшийся ремонт школы номер 10 и 44 детского сада. Продолжается строительство школы на улице Зорге. Мы отмечаем некое снижение числа детей, задействованных в этом процессе. Но, тем не менее, у нас очень высокая достигнута обеспеченность местами в дошкольных учреждениях. Это вызывает у нас определенные споры с Нижегородской областью, потому что они настаивают на, ну, скажем так, на более низких нормативах. Мы готовы спорить, мы ругаемся, но, тем не менее, мы считаем, что наша обеспеченность должна быть выше. В 2019-м был введен крупный жилой комплекс «Саровская ривьера». В 2020-м введено 52 объекта. В основном это индивидуальное жилищное строительство. Прошлый год был посвящен вопросу территориального развития города. Это присоединение северных территорий и части Вознесенского района. И эта работа продолжается. Важный вопрос – это улучшение жилищных условий жителей города. Здесь неплохие результаты удалось в рамках программы «Молодая семья». Удалось выдать сертификаты 9-ти семьям для улучшения их жилищных условий. Благодаря работе Комитета по управлению муниципальным имуществом очередь на улучшение жилищных условий сократилась до 1222 семей. Проект доклада Алексея Сафонова вынесли на заседание Городской думы. Полностью его выступление вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. 62 миллиона потребуется выделить из городского бюджета на внедрение программно-аппаратного комплекса для реализации проекта «Умный Саров». Большая часть денег – 45 миллионов – это грант за победу в конкурсе на лучшую муниципальную практику. Еще 17 миллионов выделят напрямую из городского бюджета. Что именно входит в эти 62 миллиона, представители администрации объяснили на очередном заседании планово-бюджетного комитета. Около 13 миллионов – это непосредственно сам сегмент. 44 модуля, которые планируются к приобретению. Так как у нас нет не исключительных прав, и исключительных прав на этот модуль – это те модули, которые в рамках пилота на протяжении фактически трех лет разрабатывались ИРОМ. На базе пилота имеется в виду Сарова. С учетом наших предложений отрабатывались программисты МРИРО, отрабатывались также ТКС, так как у него имелись не исключительные права. Остальную часть денег предполагается направить на видеонаблюдение объектов городской среды, уличной дорожной сети и мест, где часто образуются стихийные свалки. Диспетчеризацию светофоров, монтаж умной остановки, установку гидродатчиков. Половину из этих 62 миллионов планируют направить на установку видеонаблюдения в школах и детских садах Сарова. Оснащение образовательных организаций камерами – это не прихоть департамента образования. На сегодняшний день в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации уже на протяжении двух лет все образовательные организации, вторая и третья категории по объективным оценкам и относящихся к категории объектов должны быть оснащены видеонаблюдениями. Частично школы за счет собственных средств эту работу проводили, но полностью сделать ее не могли. Целиком ни одна школа или сад не оснащены камерами в нужном количестве. Два года департамент образования направлял письма в администрацию, чтобы из бюджета выделили финансирование на эти цели. И после событий в Казани вопрос стал еще острее. У нас на сегодняшний день 45 образовательных организаций, при этом у нас 67 объектов, потому что у некоторых образовательных организаций по несколько зданий. Соответственно, на сегодняшний день не оснащены полностью ни одно. В каждой образовательной организации минимально по одной, где-то две камеры, у некоторых по семь, они обеспечены. Есть образовательные организации, которые являются пунктами приема государственного единого экзамена. Это 13, 20 и 16 школы. Там учебные аудитории и коридоры на сегодняшний день практически все оснащены за счет требований, опять же, федеральных требований при проведении ЕГЭ. Эти записи с камер при проведении ЕГЭ хранятся на серверах школ. При установке камер для полноценного видеонаблюдения данные будут хранить на серверах вне образовательных организаций, чтобы в случае чрезвычайной ситуации иметь к ним доступ в режиме реального времени. Когда это сконцентрируется в определенном одном месте, можно, в принципе, выстроить программный продукт, который бы анализировал появление людей, допустим, и выдавал определенные сигналы. Если идет странный человек со странным поведением, на сегодня программы существуют, которые позволяют идентифицировать на подходе и дать некое сообщение для того, чтобы тот же сторож или охранник был более бдительным, так как вот такая информация, допустим, появилась. Следующий этап – заключение договоров с частными предприятиями, чтобы бабушек на вахте сменили высококвалифицированные специалисты-охранники. Также в планах оснастить школы и детские сады домофонами. Но пока департамент образования обязан установить камеры. Но сделать это за счет финансирования всего проекта «Умный Саров» не обязательно. Действительно, если есть предписание верхних органов, да, постановление правительства, обязанность, да, есть требования по террористической защищенности, они написаны, будем говорить, специалистами в этой сфере, и они должны выполняться. Получается, что называем все это «Умным Саровым», да, и явно толкаем это все к победе одной организации. То есть у нас это вот прописано все в одну стручку. Петр Смирнов в очередной раз напомнил депутатам, что вся история с «Умным Саровым» весьма туманна. Разрабатывали продукт силами телефонной компании «Сарова», которой принадлежали не исключительные права. Депутат предложил разбить эту закупку и не тратить 62 миллиона на один лот, отдавая деньги одной компании. По крайней мере, видеонаблюдение в школах, по мнению народного избранника, нужно вынести в отдельный лот. Понятно, «Умный Саров» устроен будет отдельно, но реально мы сможем сэкономить и тем самым развить конкуренцию среди организаций города, которые... У нас не только РИР занимает эти люди, но и деньги. Занимает большое количество индивидуальных предпринимателей, предприятий в городе, которые могут это сделать. И устроен опцион, кто меньше предложит, тот и выиграет. Мы сэкономим бюджетные средства. Я не вижу смысла объединяющихся в один лот. К этой теме депутаты вернутся на заседание комитета 28 мая. Также они рассмотрят вопросы строительства и реконструкции городских улиц. Канал 16 на своем канале в Ютубе будет вести прямую трансляцию. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Юбилейный год. В Сарове прошел 10-й конкурс «Лучший предприниматель». Соревнования проводили по 8 номинациям. Победителей выбирали в два этапа. Одних путем народного голосования на платформе Центра поддержки предпринимательства в социальных сетях, других отбирал экспертный совет. Так, в каждой номинации было два победителя. Это те, кто самые активные, кто на слуху, кто не боится взаимодействовать с властью, кто может взаимодействовать с властью, чтобы они стали примером для тех, кто еще этого не осуществил, для начинающих предпринимателей, чтобы они могли показать свою уверенность в том, что они делают. В состав экспертного совета вошли представители администрации, городской думы, предпринимательского сектора и средств массовой информации. Результаты конкурса по традиции огласили в торжественной обстановке. В этом году награждение провели в Центре культуры «Досугар» ФИАД «Внеев». Мы сделали некое шоу для предпринимателей, для участников конкурса «Лучший предприниматель» и для других гостей нашего вечера. Здесь не только те предприниматели, которые участвовали в нашем конкурсе, но и те, кого выдвинули в департаменты, как меценатов и благотворителей, те, кто внесли значительный вклад в развитие города, юбиляры. Мы постарались подготовить для них праздник. Фотостудии, клиники, магазины непродовольственной торговли. В номинации «Лучшее туристическое агентство» победила Кристина Краснова. Ее компании уже 4 года, но в этом конкурсе Кристина Яковлевна участвует впервые. «Я считаю, такие конкурсы очень важны, потому что хочется, чтобы наши горожане, саровчане, видели значимость тех услуг, которые представляют наши предприниматели, потому что вообще на самом деле предпринимательным руками предпринимателей сделано очень много в городе и делается. И очень много достойных бизнесов в нашем городе. Конечно, хотелось бы, чтобы о них знали наши горожане». Весь вечер в адрес предпринимательского сообщества звучали теплые слова от коллег и представителей администрации. Для гостей праздника организаторы подготовили яркую концертную программу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В 10-й школе для 11-го класса последний день учебного года был торжественным и волнительным. Ребят встречали аплодисментами и объявлением их достижений в науке, спорте и творчестве. В праздничном концерте трогательное исполнение песен учениками и их родителями, поздравления от первоклассников и педагогов, последний вальс и последний школьный звонок. В этот день никто не смог сдержать слез грусти и радости. Это смешанные чувства, это и немножко волнение, и слезы, и радость за него, за его одноклассников. Конечно, понимаешь, что это очередная ступенька в его жизни, в нашей. То есть, ну, хочется пожелать ему удачи, успехов, всем ребятам всего самого хорошего, чтобы мечты их сбылись. Слова благодарности прозвучали в адрес директора школы, учителей и всех, кто был рядом на протяжении 11 лет. Во время пандемии поддержка была особенно ценна и важна. Спасибо директору. Она старалась. В пандемии мы замечательно прошли этот сложный период. Нас поддерживают учителя, не давали нам расслабляться и родителям, и ученикам. Поэтому мы собрались. И у нас все хорошо, у нас все дети замечательные, все олимпиадники. Классный руководитель, как никто другой, знает своих ребят. Именно под ее надежным крылом они выросли и добились высот. Мы сегодня выпустили необыкновенный, очень трудоспособный, очень талантливый класс. И, естественно, чувства такие очень смешанные. И ребятам хочется пожелать самого-самого лучшего. Последний звонок вызвал разные чувства у самих учеников. Никто не остался равнодушным к такому важному дню в своей жизни. Сегодня очень грустно, но одновременно радостно, потому что это новая ступенька в мою взрослую жизнь. Грустно, но с другой стороны радостно, что закончились уроки, покидаем школу. Впереди будет еще сложнее, наверное. Ну и дальше зависит все от нас. Очень грустно, печально расставаться с учителями, которые, в принципе, были с нами большую часть нашей жизни. Учили нас читать, писать. Это очень тяжело, грустно. Я буду очень скучать по школе. Выпускники полны надежд и планов на будущую жизнь. Впереди у них сложная пора – сдача экзаменов и поступление в ВУЗ. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Владимир Старченко на Олимпиады ездил с седьмого класса. В этом году он участвовал в отборе кандидатов в национальную сборную по физике в МФТИ. До почетного звания ему не хватило совсем немного. Из гонки он выбыл девятнадцатым. А вот на всероссийском этапе Олимпиады школьников он вошел в тройку лучших. В этом году уже удалось получить диплом призера на заключительном этапе. Это, собственно, когда обычно около ста человек лучших по России приглашают туда, составляют специальные задания в виде двух туров. И, собственно, пишут, ну и распределяются по местам. В этом году, наконец-то, получилось получить призера. Естественные и лингвистические науки, технологии и ОБЖ. 52 воспитанника школы-лицея в Сарова стали призерами региональных и всероссийских этапов Олимпиады школьников. Для ребят и директоров общеобразовательных организаций в департаменте образования провели торжественный прием. Во время награждения ведущие кратко представляли призеров и победителей, рассказывая об их хобби, увлечениях и планах на будущее. До этого я призером или победителем не становился. Собственно, в этом году я прошел сразу на два заключительных тура по физике и по математике. Вот к физике я готовился, к математике нет. Получилось почему-то ровно наоборот. Потому что именно по математике я стал призером, а по физике всего лишь участником. Ребятам на сцене вручили дипломы Министерства образования, науки и молодежной политики, благодарственные письма администрации города Сарова, Ирфяц, МНИЕХ и ценные призы. С приветственным словом к воспитанникам обратились директор департамента образования Наталья Володько, заместитель председателя городской думы Евгений Михеев и заместитель главы администрации города Сарова Илья Волков. Вы в очередной раз доказали, что образование в нашем городе является одним из лучших не только в области, но и в Российской Федерации. Большое вам за это спасибо. Вы достойно защитили честь нашего города на Всероссийской Олимпиаде школьников. Благодарственные письма и памятные подарки также вручили директорам школ. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров, 24. По традиции в этот день во всем мире в сумерках зажигают свечи, вспоминая о тех детях, которые так и не вернулись домой. Но это не только день скорби, но и повод подумать о безопасности вашего ребенка. В школах уже прошли последние звонки и ребята готовятся к самым долгим каникулам за весь учебный год. За стенами дома малышей может поджидать немало опасностей, а потому родителям лучше позаботиться об их безопасности заранее. Конечно, лучшее в данный момент, когда у нас есть технологии, это или купить ему смарт-часы, либо дать мобильный телефон с возможностью установить туда приложение, которое будет показывать местонахождение вашего ребенка. Есть две основные причины пропажи несовершеннолетних – детское любопытство и похищение. Для того, чтобы оградить ребенка от общения с незнакомыми людьми, придумали такой интересный способ, как кодовое слово. Его знают только члены семьи, и уходить с тем, кто это слово не сможет назвать, нельзя. Дяди, тети, соседи, они не входят в этот круг, и они должны в случае чего произнести это слово. То есть, если мама просит забрать, допустим, ребенка из школы, она скажет этому человеку слово. И это слово, если узнал кто-то посторонний, оно должно быть изменено. Если посторонний пытается увезти ребенка, он не должен стесняться кричать и привлекать внимание, повторяя такие фразы. «Я его не знаю, это чужой человек, меня крадут». Эти темы участники поисково-спасательного отряда подробно разбирают в школе детской безопасности. Если к назначенному времени ребенок не вернулся, нужно позвонить родственникам или друзьям, с которыми он должен быть. «Может быть, если рядом живут родственники, то спросить, позвонить им, спросить, не приходил ли. Если все говорят, что ничего не знали, ничего не видели, ничего не слышали, тогда лучше сразу бить тревогу. Лучше обратиться в полицию и потом уже подать заявку нам. Потому что каждая минута, когда дело касается детей, она на самом деле на счету». Связаться с волонтерами можно по телефону горячей линии 8 831 28 38 200 или по мобильному 8 930 283 82 00. Анна Пилипецкая, Константин Островский, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров, 24. Разрушение стереотипов. Главная цель акции должен знать. По словам специалистов, привлечение внимания молодежи к проблеме ВИЧ-спида заставляет лучше следить за своим здоровьем и ведет к формированию толерантного отношения к больным СПИДом людям. В этом году акция приурочена к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. «Акция направлена на то, чтобы молодежь ознакомить с проблемами СПИДа в нашей стране, каждый должен знать свой ВИЧ-статус, потому что всякое в жизни бывает». Столкнувшись с диагнозом впервые, люди ищут информацию в интернете и находят непроверенные и устаревшие данные, а иногда и откровенную ложь. Движение ВИЧ-диссидентов распространяет информацию о бесполезности лечения. По их мнению, терапия приводит к проблемам со здоровьем и даже летальным исходам. «До сих пор у многих людей есть стереотипы такие, что можно зародиться от зубной щетки, можно зародиться, не знаю, просто с этим человеком бояться общаться, да, воздушно-капельным путем. И благодаря таким акциям можно показать, что люди с ВИЧ, можно с ними общаться, дружить и жить в одном обществе». СПИД – это заболевание, о котором не принято говорить в России. Терапия заболеваний существует и доступна во многих странах, но из-за отсутствия знаний у людей появляется много страхов и предрассудков. С инфицированными боятся просто находиться рядом, а некоторые больные отказываются от терапии, считая ее неэффективной. «Если знать о его существовании, если соблюдать некоторые предосторожности, соблюдать некоторые правила, то с ними никогда не столкнешься. То есть соблюдая правила, зная о существовании ВИЧ, можно избежать заражения. Это не фатальная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому знания очень важны для безопасности». В конце встречи для всех желающих и достигших 18 лет провели анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Последние пять лет ночь в музее народной игрушки открывает выпускной подготовительной группы «Дыши» номер два «Подсолнухи». Воспитанников поздравляют учителя и родители, а дети показывают, чему они научились за этот год. Серьезный документ. Его уже нужно настоящую папку убирать. Для выпускников провели мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Бабочки». Продолжила ночь в музее открытие выставки с символичным названием «Уронили мишку на пол». Название не случайное, потому что все равно его не брошу, потому что он хороший. И так приятно, когда игрушки детства, давнего уже для многих детства, очень бережно хранятся в семье, передаются действительно по наследству, как совсем-совсем немногие игрушки сейчас. На выставке представлены игрушки конца 40-х, начала 90-х годов прошлого века. Куклы из папье-маше, прессованных опилок, целлулоида, педальные машины, оптический конструктор и многое другое. Нам очень понравилось. Мы вообще здесь первый раз, поэтому приятно посмотреть на старые игрушки. Также посетители акции смогли увидеть диафильмы, послушать грампластинки, смастерить игрушку, жужжалку из пуговицы. Всего в эту ночь музей посетили около сотни гостей. Одним из самых ярких событий ночи в художественной галерее стало открытие выставки «Человек и кошка» Александры Марковой-Ярошек. По профессии Александра – инженер-исследователь, по призванию художник. Чтобы стать художником, недостаточно научиться рисовать. Это процесс очень сложной внутренней работы над собой. И как минимум это должно быть нужно человеку. Вот когда есть вот эта необходимость, а у меня как раз эта необходимость была. «Человек и кошка» – первая большая персональная выставка Александры в художественной галерее. На ней представлены более 90 работ. В картинах художницы сочетаются элементы плаката, дизайна, фотографии, наивного направления в искусстве и программирования. Я не работала целенаправленно ни в одном из направлений, когда начала работать над своим стилем. Это смесь. Это смесь того, что мне нравится. Взрослые посетители наблюдали за творческой мастерской, а дети приняли участие в мастер-классах. Они расписывали фигурки кошек, делали аппликации «Чудо-деревьев» и «Котов под луной», создавали цветочные композиции из бумаги. Этот мастер-класс я выбрал, потому что люблю очень рисовать и люблю очень котов. Детям очень понравилось. Очень заинтересовалось, очень необычно. Не просто аппликации, а вот с разными фактурами. Несмотря на пандемические ограничения, зрители получили заряд хорошего настроения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Осталась зимовать одна на озере, знакома всем по сказке «Мамина сибиряка». За интерпретацией режиссера и постановщика Андрея Абрамова с удовольствием наблюдали не только юные, но и совсем взрослые зрители. Спектакль камерный, маленький, трогательный. И вот с художником придумали валеных кукол, которых приятно трогать руками. И он трогательнее получился и в прямом, и в переносном смысле. Когда дети трогают зайчиков и играют с ними, это всем приятно и всем радостно. Взяв за основу известную сказку, режиссер подал ее зрителю в неожиданной форме. Воистователями истории стали два веселых охотника, которые любят вспоминать, не порывали интересные случаи из охотничьей жизни. Мы придумали охотников, которые рассказывают эту историю. У маминого сибиряка нет никаких охотников. Мы немножко усилили взаимодействие зайца и серой шейки. Там тоже зайца было мало-мало. А мы придумали, что они сильно подружились и друг друга спасают. Мультимедийное сопровождение и размещение зрителя рядом со сценой создают неповторимый эффект полной включенности в происходящее. Особый шарм спектаклю придает взаимодействие зрителей с актерами-куклами, которых свалял из шерсти художник Андрей Лукомский. По его признанию, зрители настолько сильно влюбляются в вальных героев, что после спектакля не хотят с ними расставаться. Тут есть возможность прикоснуться, поддержать, ну помочь в виде, страждущим. И как раз эту роль выполняли зайцы. Вот как раз они валены, и дети могут мало-то что присоединиться к переживаниям, усиливается свое переживание героям. Фактически они помогают. И разумеется, чтобы помимо эмоционального соприкосновения было тактильное соприкосновение. В постановке сохранились все герои произведения. Уточка, серая шейка, мудрый селезень, храбрый зайчишка. После спектакля зрители сделали памятные фотографии с героями спектакля, сказочными животными из войлока. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Даже в век цифровых технологий библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина удается оставаться актуальной. Это и храм знаний в привычном для всех понимании, и мультимедийное пространство, отвечающее всем требованиям современного читателя. И просто тихий уголок, где каждый может получить живой отклик на интересующие вопросы. Сюда сейчас приходят люди, в первую очередь, для общения. А его мы стараемся делать именно необычным, интересным. Но, конечно же, на основе книги, на основе чтения это общение происходит. Сюда приходят за каким... для того, чтобы поучаствовать в чем-то интересном, попробовать реализовать себя. У современных маленьких читателей большой выбор источников информации. Это и бумажные, и электронные книги, читать которые можно и на стационарном компьютере, и на смартфоне. И многие родители задаются вопросом, какой формат более приемлем. Для детей, конечно, правильнее читать живые книги. Но мы понимаем, что сейчас такое время, когда мы не можем говорить о том, что надо читать только живые книги, а не читать, например, в интернете. То есть здесь сейчас позиция библиотеки, что неважно, какую книгу вы читаете, электронную или бумажную. Самое главное, о чем в этой книге говорится, ее содержание. Несмотря на то, что скоро лето, пора отпусков и каникул, сотрудники библиотеки имени Пушкина уже начали подготовку к мероприятиям, в которых может принять участие каждый желающий. В этом году мы тоже подготовили для наших читателей летнюю программу, но мы сменили ее название, и мы теперь готовы будем встречать наших читателей в библионеи. Мы будем вместе с ними рассказывать всевозможные невероятно интересные истории, погружаться в эти истории. Со всеми новостями о предстоящих мероприятиях вы можете ознакомиться на сайте библиотеки. Игры, песни, танцы, конкурсы, баи на мячах и футбольный матч. Шумно и весело Центр внешкольной работы начал проект «Дворовая практика» в этом году. Как всегда, открытию летнего сезона предшествуют праздники микрорайонов, на которых педагоги и активисты ЦВР подводят итоги года, знакомят сыровчан со своими объединениями и рассказывают, что готовят для детей на ближайшие три месяца. Первый праздник прошел в Старом районе на улице Силкина. Закончился учебный год, проведенный в ковидных ограничениях, и ребята были рады вновь окунуться в атмосферу лета, веселья и радости. Больше всего нравится игра «Рыбка» и «Где мечи». Мне больше нам понравилось, ну просто все мне больше всего понравилось. Очень пейсио. Лет ждала? Да, очень. Какие планы на каникулах? Ну, мюзи там на соревнования, веселиться. Мне очень понравилось, потому что здесь много разных игр, в которых можно поиграть. А на дворовые площадки уже ходила раньше? Да, я в прошлом году тоже со своей командой по футболу ходила сюда, и такие же конкурсы были. Лето ждали? Да. Что будете делать летом? Ну, гулять, читать. Мне больше понравилось, когда там можно перетягивать, кто выиграет. Рада, что лет прошло, что каникулы начались? Да, я рада, потому что можно побольше гулять с друзьями и не задают домашние задания. На Силкино-20, где проходил праздник в этом году, площадки не будет. Дети из старого района могут приходить на стадион школы номер 10 и гимназии номер 2, или на Куйбышево-3, где находится хоккейная коробка. В новом районе программы будут проходить на Московской 25, Казамазово-10, в стадионе школы номер 16 и на площадке спорт нормы жизни на улице Павлика Морозова. Старт дворовой площадки у нас с 1 июня. Работа дворовых площадок начинается с 15.00 и заканчивается в 19 часов вечера. Поэтому мы приглашаем всех на наши дворовые площадки, где педагоги, аниматоры и студенты организуют досуг вашим ребятам. Из года в год интерес к дворовым площадкам не падает. Ограничений по возрасту нет. Занятия найдутся как для младших школьников, так и для подростков. Дети будут проходить квесты, участвовать в тематических программах, викторинах и конкурсах. Большое внимание уделят спорту. Я думаю, что в этом году спрос не упадет на работу наших площадок. Они себя в городе зарекомендовали, нас знают и с удовольствием приходят на наши площадки, чтобы поиграть и поучаствовать в наших мероприятиях. Следить за анонсом мероприятий, которые будут проходить на дворовых площадках, можно в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Данила Тетерюк в свои 9 лет провел уже 5 серьезных боев. Мальчик занимается боксом меньше года, но уже хорошо себя проявил. Несколько раз он принимал участие в выездных соревнованиях. Последний турнир в городе Сасово принес ему золотую медаль. Первый бой у меня был, два боя. Первый у меня как бы матчевая встреча была. Там не поднимали руки, там меня поставили, которая больше у меня вроде ходит. Или, ну, наючок тоже. А второй бой уже финал. Всего на турнир в Сасово ездило семеро воспитанников школы ИКР. Все они заняли призовые места. Золотую медаль привез и Тимофей Блинов. На соревнования ему предстоял один бой с непростым соперником. Ну, он был сильный и хорошо дрался. Но я ему разбил нос и победил. Тренер Вячеслав Дронов успехами подопечных доволен. После снятия большей части ограничений и возобновления соревнований наставник старается не упускать возможности и постоянно возит воспитанников на турниры. По его мнению, для того, чтобы спортсмену достичь каких-то весомых результатов, нужно постоянно участвовать в различных соревнованиях, встречаясь с разными соперниками и оттачивать опыт. Результат Вячеслав видит сразу после возвращения с турниров. В первую очередь после соревнований они становятся более дисциплинированными. Ну, не сразу, конечно, но более-менее они начинают понимать, где они оказались. До соревнований они, как в детском садике, шалтая-болтая, прыгают, бегают. А когда уже вышли на соревнования, посмотрели, они начинают более серьезно относиться. Летом крупных соревнований не будет, но эти три месяца – прекрасная возможность посвятить больше времени спорту. Сейчас юные спортсмены принимают участие в тренировочных сборах и готовятся к новому сезону.